И так это свершилось, я наконец-то в заветованном цилиндр нашел пустыню, то есть здесь огромное количество вот этих биомов, снежных биомов, но пустынных биомов я вообще не нахожу, то есть я еду уже качу, ну то есть качу здесь просто на протяжении двух часов, постоянно нахожу какую-нибудь еду, чтобы можно было перекусить, так у нас с вами есть защита от яда, то есть можно сейчас вниз спокойно спуститься, все, наконец-то я смогу попасть в пустыню, потому что я этого прям очень давно хотел, чтобы можно было собрать те мутации и не переживать за этот гребаный цилиндр, то что он сейчас прикатится и раздавит меня. И это прям очень странно, что их так мало, может быть из-за того, что вся игра состоит из снежных биомов и обычных вот таких вот лесных таких, я не знаю, цвета какого-то бордового, какого-то такого розоватого, может быть из-за этого так редко спаунятся и здесь они. Так, ну мы сейчас поменяем с вами, ну например для тебя, здесь очень жарко кстати, и это особенно задает нам возможность маскироваться, самое главное внимательно следить за здоровьем, чтобы здесь не умереть, если что нужно будет отправляться и подлечиться. Кстати, стоп, а у тебя, да? Тебе жарко, а тебе? Из-за того, что я взял ту мутацию, ему теперь не жарко, все, я понял, хорошо. О, прикол. И сразу вторая мутация, тихо, нет, обломись. Все, забираем. Нам нужно на секундочку вернуться к воде, потому что нам нужно подлечиться. У всех здоровье очень сильно просело. Ну и плюс мы с вами получили обе мутации, которые я хотел заполучить. Но это еще не все, потому что в пустыне, по идее, должны быть существа, которых здесь нету. Их там разработчики, если так можно выразиться, спрятали. Так, а вот эту кремочку мы с вами сейчас выкинем здесь. Ну-ка меняем на тебя, главное, чтобы далеко не улетела. Где она? Вот она, вижу. Тихо. Собака. Пошли искать. Вот она, господи, все, хорошо. И мы тебе меняем хобот на эту штуку. То есть у нее теперь хобот, гремучая змея. Вот у него как раз, смотрите. Да, действительно, она пугает, и он убегает. Ну и сдает звук, как гремучая змея, собственно говоря. Так, пойдемте вперед. Поищем каких-нибудь существ интересных. По-любому здесь что-то должно быть. Самое прикольное, что у нас с вами эти как раз мутации есть. Беда в том, что нельзя сохраниться, и если я выключу игру, то, естественно, меня откинет обратно к этому самому, к барьеру. Цилиндру. И мне придется все по-новому проходить. Точнее, если я захочу сюда добраться, поэтому я не выключаю компьютер уже, точнее, не выключаю игру где-то часа четыре. Прикольно. Это очень красиво. Вообще пустыня какая-то нереальная. Это просто еда, да? Да, это просто еда. У меня нету мутации миксера, потому что я не собирал. Ну, есть и от этого достаточно, на самом деле. Вообще пустыня просто безумно шикарнейшее место. Здесь такая расцветка странная. Это сочетание розового с желтым. Очень классно смотрится. Неужели мне не повезло, и здесь ничего не заспаунилось? Я просто видел пост. И там как раз фотки выкладывали существа отсюда. Такое может быть, что просто не повезло, и нужно искать другую пустыню. А впереди там, видите, какие-то горы ледяные как раз. Да, пустыня на самом деле не такая большая. Смотри, это лава, что ли? Да, это что-то типа лавы, но на самом деле она... Ну, то есть у нее физики нет, она не течет. Просто как бы положили сюда, и все. Но, скорее всего, сделают лаву обязательно. Возможно, даже какие-то мутации, которые будут от нее защищать. Это было бы логично. Кстати, помните вот это сообщение о том, что, типа, пока ты маленький, тебе не стоит заплывать в глубокие воды, потому что там живут, ну, хищники. Из этого можно сделать вывод, что в будущем, скорее всего, будет мутация, которая позволит нырять на морское дно. Играя в эту игру, мне безумно захотелось поиграть в спор. То есть, прям, я давно... Ну, как бы я тут относительно недавно, может быть, год назад ее проходил. Правда, не допрошел на канале, там. В финальную стадию просто не добил. Там, где космос и все дела. Именно поэтому у меня какое-то такое чувство незавершенности, хочется заново пройти. Но так как в спор выходило же огромное количество всяких разных модификаций, можно было бы поставить моды и поиграть в спор с модами. Просто, не знаю, поностальгировать, опять же, вспомнить. Сравнить ощущения от этой игры, от той игры. Но вот здесь это прям очень хорошо было в первое прохождение сделано. То, что есть вот эти монстры, очень сильные, очень опасные, которые тебя могут убить буквально там с двух трючков. И при этом ты потом находишь способ и оружие против них. И становишься способным их убивать. Потом даже, на самом деле, находишь какие-то методы, как их можно между собой сталкивать. Вот эти маленькие нюансы, они делают эту игру прям очень интересной. Жалко, жалко, что в этой пустыне ничего не оказалось, ничего не заспавнилось. Ну, сейчас я еще немножко побегаю, посмотрю, может быть, что-то еще интересное есть. Может, вот туда сходить? Но мне кажется, там просто ледяная пустошь. Здесь, а здесь такие же леса. Вот там вот, вон, видите, впереди горы? Я вот до них добраться хочу. Вот эти горы, здесь огромное количество деревьев. Здесь какой-то храм. Или что-то типа того. Верняк. Ты смотри. Класс. Я раньше такого не встречал. Ну-ка. Здесь какая-то мутация. Нет, это мутация... Нет, это мутация гипноз. Понятно, гипноз мы с вами находили. А вот еще одна пустыня. И вон то существо, вон оно. Я его нашел. Может, сейчас даже кого-то еще найдем, если повезет. Мы с вами в первых выпусках видели, вы издали. Я его еще парацером назвал. Сейчас узнаем, как его зовут по-настоящему, потому что у меня есть умение, которое позволяет сканировать. Я надеюсь, что у него есть ими. И вот будет жестко, если он окажется, например, хищником. Так, спокуха. Странное растение. Первый раз такое вижу. Воу, да ладно. А, нет, тут можно пройти. В пустыне, как швачка баблгам, на самом деле, выглядит. Я только что понял. Или какие-нибудь зефирки. Очень классная расцветка. Да, вот его можно просканировать. Это великий гар. Что-то типа того. Давайте посмотрим, что это такое. Это огромная пустыня травоядная. Он настолько огромен, что во время кормежки можно принять это действие за песчаный шторм. Слушайте, кстати, да, здесь написано, что он ходит на трех ногах. В то время, как его тело балансирует за счет газового баллона, который прикреплен к спине. Атмосфера внутри этого шара ядовита для требномов. Но зато в ней обитают некоторые растения подобной организмы, которые живут в симбиозе с этим гаром. Интересно, я понимаю, что это дичь. Интересно, его убить можно? Я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. А, видишь, он как бы шагает одной ногой, потом второй, потом третий. И по очереди. Классно. Вокруг него летают, смотри, штуки какие. А, это вот эти как раз организмы, видимо, да? И они взрываются. Стоп, а это бомба, что ли? Да, попытаемся подобрать. Нужно быть аккуратным, чтобы не умереть. Да, 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 да. В общем, это его защитный механизм по-любому. Если мы умрем, у меня сохранение в самом начале. Я уже сюда больше не пойду. Обалдеть, какой же он красивый. И вот эта штуковина сверху, которая может показаться в голову, и на самом деле просто это его рот. Голова у него ниже. И вот там как раз глаз. Я думаю, что под него наступать точно не стоит, но у меня сейчас нету ничего, кроме кислоты. И я сильно сомневаюсь, что кислота может ему навредить. Это можно протестировать. Я думаю, что... Знаете, как его возможно, наверное, победить? Да, я сильно сомневаюсь, что мы так вот что-то ему сделаем. Маловероятно. Не, нет. Это невозможно. Но вот если мы при помощи бомбы могли бы взорвать его шар газовый, он бы потерял равновесие и упал бы. Но это так чисто. Домыслы. Это что такое? А, я не могу взлетать, мне нужны гейзеры. Просто растения какие-то новые. Их не отсканировать нельзя, ничего сделать. Крыш, он классный, а? Это прям очень круто сделали. Ладно, оставим его в покое, пускай здесь гуляет. Вот именно его я хотел найти. Правда, было еще одно существо, но я как понял, что... его спаун абсолютно рандомен. И это как бы приспешник вот этого как раз цилиндра, по большому счету. Прислужник цилиндра. Один из... И он как бы зависший, ничего не делает, просто стоит и все. И прямо сейчас с этими приспешниками ничего толком сделать нельзя. А может быть, когда выйдет полная версия, там что-то можно будет провернуть. Прямо сейчас это все не работает. Жалко, что невозможно сохраниться. То есть, вот сейчас на этом месте, если я остановлюсь, если выйду из игры. Потому что мы с вами все абсолютно посмотрели. Все мутации, секретные места. Нашли возможность поломать эту игру, чтобы можно было попасть за, естественно, барьер. Что, собственно говоря, и сделали. Поняли, что здесь замечательно открытый бесшовный мир. То есть, естественно, это все замечательно склеено. И я не вижу никаких багов. Иногда бывают какие-то провалы. Я так думаю, что иногда плохо что-то стыкуется. Где-то есть какие-то плохие стыки. И ты можешь в этот стык провалиться. И дальше уже 50 на 50. Либо тебя выкинет наверх. Ну, как бы просто обратно заспаунит в мире сверху. Либо ты умираешь. Но именно поэтому нужно сохраняться. Здесь же сейчас, как я и сказал, у нас с вами сохранение закрыто. Так что это нам недоступно. А так мы с вами посмотрели абсолютно все биомы. Абсолютно все мутации. Кроме одной единственной, которая там сидит. Лежит точнее на здании. Когда убегаешь от... Как раз этого самого цилиндра я показывал. Но это умение просто позволяет спрыгивать с большой высоты. И ударять ногами. Если еще что-то новое в этой игре откроется. То есть вот сейчас именно во время бета-версии. Естественно, постараюсь снять выпуск. Кстати, в Дискорде этой игры было написано, что они продлевают вот это бета-тестирование или альфа-тестирование до 8 апреля. И я надеюсь, что после 8 апреля она все-таки выйдет в какой-нибудь ранний доступ или в релиз. И уже можно будет в нее нормально поиграть. Соответственно, пока что нету даты, реальной даты релиза. Есть только вот то, что вот как раз эта вот бета продлена. Так что в эту неделю еще может быть как раз до 8 числа что-то и выйдет какой-то выпуск. Ну а так, по большому счету, предлагаю просто подождать полной версии и уже начать играть в нее. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.